Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездры и сегодня мы будем делать обзор второй главы. Здесь рассказывается о том, как Кир разрешает иудеям вернуться и строить храм в Иерусалиме. Об этом рассказывается, кстати, более подробно в первой книге Ездры. И о том, как самаряне пишут донос на иудеев и строительство останавливается. Об этом говорится подробно в книге Наимии и в первой книге Ездры. Итак, начало второй главы. В первый год царствования Кира Персидского, во исполнение слова Господа из уст Еремии, это уже после разрушения храма Соломонова, после переселения евреев в Авилон. В исполнении слова Господа из уст Еремии Господь подвиг дух Кира, царя Персидского, и он объявил по всему царству своему словесные письмена. Так говорит Кир, царь Персидский, Господь Израиля, Господь Всевышний, Всевышний – это значит превознесенный над всем, «Поставил меня царем вселенной и повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, который в Иудее». Итак, кто из вас, из народа его, да будет Господь его с ним, пусть он, отправившись в Иерусалим, что в Иудее, строит дом Господа Израилева. «Он есть Господь, живущий в Иерусалиме, посему, сколько их живет по местам, жители – место того, пусть помогут им золотом и серебром, дарами коней и скота и другими обетными приношениями на храм Господа в Иерусалиме». Обетное приношение – это приношение по данному обету, то есть обещанию. Конечно, здесь поражает то, что люди, которые находились в Вавилонском пленении, они имели золото, серебро, коней и так далее. Но такова любая имперская политика – делать захваченные народы своими союзниками, хотя и вассалами. Потому что не ставилась задача тотального истребления захваченных народов, а ставилась задача их ассимиляция в жизнь империи. Так поступали в период Вавилонской империи, в период Персидской империи, Римской империи. Так было и в Российской империи. Никто не хотел никого истреблять, но осуществляли интеграцию разных этнических, религиозных групп в жизнь империи. Очень гибкую политику проявила Британская империя. Хотя она как бы распалась, но до сих пор существует содружество. Содружество – это то, что мы пытались воссоздать в формате СНГ, но вот у британцев это получилось у нас не очень. И мы читаем далее. И поднялись старейшины племен, колено Иудина и Вениаминова, и священники, и левиты, и все, которых дух подвиг Господь идти и строить дом Господу в Иерусалиме. «Ожившие в соседстве с ними все помогали им серебром и золотом, конями и скотом и весьма многими обетными приношениями многих, которых дух подвигнут был». То есть дух одних Господь подвиг, чтобы они возвращались из Бавилона в Иерусалим и отстраивали храм и стены города, а от других дух Господь подвиг «Оставайтесь здесь, но финансами обеспечивайте вот ту работу, которую ваши братья совершают на родине, на вашей общей родине». И царь Кир вынес священные сосуды Господа, которые Навуходоносор перенес из Иерусалима и поставил в своем капище. «Вынеси же их Кир, царь персидский, передал их Мифредату, своему сокровище-хранителю, а через него они переданы были Самансару, князю Иудею». То есть то, что захватили вавилоняне священные сосуды, они в первую очередь эти храмовые сосуды возвращают. Может быть, это было связано с тем, что описано в книге пророка Даниила, что когда Валтасар не по назначению использовал эти сосуды, то в ту же ночь Бог умертвил его и его людей. Число же их было возливальниц золотых тысяча. Что значит возливальницы? Это кувшины из золота, из которых возливали воду. Возливальниц серебряных тысяча, серебряных курильниц двадцать девять, чаш золотых тридцать, серебряных две тысячи, четыреста десять и других сосудов тысяча. Всех сосудов золотых и серебряных принесено было пять тысяч четыреста шестьдесят девять. И принесены они с Амансаром и возвратившимися с ним из плена Вавилонского в Иерусалим. А мы видим, что эти сосуды даются еврейскому князю, то есть человеку благородному, который не мог злоупотребить доверием, которым оказали язычники, проявляя неожиданно совершенно заботу о Божьем храме. Далее 16-го стиха по 31-й говорится о тех интригах, которые самаряне плели против евреев, которые решили восстановить храм Иерусалима, восстановить город, и больше всего их волновало то, что решили поставить стену вокруг города, потому что это уже как бы вопрос военной мощи этого города, если он окружен стенами, он может восстать, а если на них нападут, они будут обороняться за этими стенами. Но более подробно об этих интригах рассказывается в книге Наимии и отчасти в первой книге Ездры. Итак, сегодня мы сделали обзор второй главы второй книги Ездры. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор третьей главы второй книги Ездры. Спасибо вас, Господь, и берегите себя. Спасибо .